Субтитры создавал DimaTorzok С тем, что сейчас называется беспределом Христианин борется напряженной духовной жизнью и молитвой Давайте вспомним книгу Бытие Где рассказывается о том, как Авраам уговаривает Господа не губить Содом и Гомор Начинает от 50 праведников И вот этот такой удивительный торг доводит до 10 Оказывается, город стоял бы, и жители его не погибли бы, если бы там было 10 праведников Но их там не было И поэтому город погиб Вспомним русскую пословицу Не стоит город без святого и село без праведника Поэтому, когда человек, видя кошмар вокруг себя Начинает совершенствоваться в молитве, в добродетели Он очень многое меняет Даже если он ни с кем из элит не разговаривает Потому что обычно эти люди разговаривают только друг с другом И даже то, что они называют аналитикой Это специально обученные люди Приносят им то, что они хотят читать И не приносят им то, что они не хотят читать Вот у них создается такой вакуум вокруг И они вообще не понимают, что в стране происходит Или в обверенном им ведомстве Вот, если мы столкнемся с этими людьми Да, надо нелицемерно и нелицеприятно сказать о том, что происходит Если, скорее всего, мы с ними нигде не столкнемся То надо просто молиться Причем молиться за них Когда послал Петр призывает молиться за Кесаря Он призывает молиться за императора Нерона На минуточку Страшного, чудовищного человека, понимаете Который мать свою убил Сыновей, жен Блудника, развратника Почему? Потому что молитва может поменять человека Когда ты молишься даже за негодяя Господь той благодатью, которая на тебя нисходит Может отогреть его душу Или при встрече дать тебе ключи от его души И ты сможешь до него что-то донести Поэтому мы молимся за власть Поэтому всегда Да, ее спасение или ее вразумлении Или одновременно о том и другом Вот это и есть наше делание А если мы можем где-то без страсти Без истерики Честно и продуманно сказать о том С чем мы не согласны Об этом надо говорить Вот и не стесняться этого Не надо бояться И в соцсетях, в статьях или где-то еще Об этом надо говорить Что вот это плохо Вот это нельзя Вот это не по-христиански Не ревнуй успевающему в пути своем Человеку лукавствующему Сказано в Псалтире Часто очень наши неприятия элиты Базируется на том Что мы им завидуем просто Человек хочет пробиться туда наверх У него не получилось Поэтому он всех ругает А потом, когда он пробился Он становится таким же Ведь эти люди все Понимаете Если бы мы как народ Мы воспитывали своих сыновей Дочерей по-другому Когда они становились чиновниками Они сломали бы систему коррупции Потому что человек Воспитанный нормально У честных родителей Никогда не будет воровать Ни при каких обстоятельствах Я помню Меня совершенно потрясла история Умершего от голодного истощения Директора хлебозавода В осажденном Ленинграде Это каким надо быть честным человеком Чтобы умереть самому Не убив других А тогда речь шла именно об этом Что если я возьму себе больше То речь идет о жизни кого-то другого Понимаете Вот сейчас Когда страна погружена В такую нищету И все больше и больше В нее погружается Воровство постепенно Из заповеди Не кради Перемещается в заповедь Не убей Когда разрушается медицина И все прочее И конечно мы должны об этом говорить Но если мы говорим об этом Озлобленно Раздраженно С завистью И страстно Мы никого не вылечим Вообще Упрек другому человеку Может его исцелить От греха Только тогда Когда он чувствует Нашу любовь и благожелательность Как это неудивительно А возможно Это только если мы за него молимся Поэтому Господь и говорит В Евангелии Молитесь за обижающих вас Потому что если ты за него молишься У тебя не может быть к нему ненависти Неприязни И тогда при случае Если ты с ним встретишься И скажешь ему Что это неправильно Ему значительно легче это услышать Потому что гордый человек Если он слышит Обличение такого же гордого человека Он слышит только интонацию Он текст обличения Вообще не воспринимает А вот Если он чувствует Что к нему относятся С сердечным теплом К своему удивлению Он может это исправить Так что наш путь Это прежде всего И самое главное Это путь молитвы За этих людей Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому